Я Алексей. В эфире специальный выпуск новостей нашего телеканала. 4 апреля состоялось совместное заседание Совета Торгово-Промышленной Палаты России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России и Комитета Торгово-Промышленной Палаты России по АПК по теме «Промышленность и сельское хозяйство». Как усилить взаимную поддержку? Новый экономический кризис поставил перед реальным сектором необходимость решать множество проблем, среди которых ограничение поставок товаров и компонентов, сложности логистики, волатильность на валютном рынке, замедление спроса, резкий рост цен на сырье и увеличение себестоимости продукции. Участники совещания обсудили меры, позволяющие реализовать позитивный сценарий выхода из кризиса. В ходе заседания выступили председатель Совета Торгово-Промышленной Палаты России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин, вице-президент Торгово-Промышленной Палаты России Дмитрий Курочкин, председатель Комитета Торгово-Промышленной Палаты России по развитию агропромышленного комплекса Петр Чекмарев, директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Мария Ёлкина, генеральный директор. ОАО «Воронеж Сельмаш», Роман Карпенко, заместитель генерального директора, директор по работе с органами государственной власти ОАО, Объединенная машиностроительная группа, Алексей Ярцев, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники, Асход, Александр Алтынов, генеральный директор ОАО «Институт молока», Татьяна Нагаева, управляющий группой ОАО «БСП Агра», Сергей Бровков, генеральный директор ОАО «Щелкова Аграхим», Салис Каракотов, президент национального движения. Сберегающего земледелие, Людмила Орлова, генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов, вриоректора Эвгбова, Государственного университета по землеустройству, Тимур Папаскири, научный руководитель Эвгбнувнея СХ Россельхозакадемии Иван Ушачев, генеральный директор ОАО «Портовый элеватор», Елена Зайцева. Все подробности о основные выступления участников в нашем репортаже. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Полный зал. Сегодня мы проводим совместное заседание двух структур Дорогопромышленной палаты РФ. Сегодняшнее заседание происходит под этой гидой при организации комитета Дорогопромышленной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса и Совета ТБК по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России. Тема важная, актуальная, можно сказать, слободневная. Впрочем, может быть, как и всегда, звучит она так. Промышленность и сельское хозяйство. Как усилить взаимную поддержку? Первым словом представляю Виталий Николаевич Курочвинов, вице-президент Дорогопромышленной палаты. Спасибо большое, Александр Иванович. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Я, параллельно можно, от имени руководства ТБП РФ я рад приветствовать всех участников, естественно, организаторов сегодняшнего совместного заседания двух наших общественных формирований. Советы по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России и комитета по развитию агропромышленного комплекса назвали его именно так. Промышленность и сельское хозяйство. Как усилить взаимную поддержку? Я думаю, что это крайне важно в нынешних условиях. И, пользуясь случаем, я хотел бы озвучить несколько тезисов. Первый. Формат именно совместных заседаний наших комитетов и советов, особенно полусмежной отраслевой проблематики, он у нас не только широко приветствуется и достаточно широко распространен, мы вообще считаем такой формат оптимальным при подготовке консолидированной позиции предпринимательского сообщества, а именно она нам нужна для того, чтобы мы могли отстаивать эту позицию в органах государственной власти. Прежде всего и в правительствах, профильных министерствах и ведомствах. Как вы помните, 18 марта, совсем недавно, на предыдущем заседании Совета ТППРФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, Константин Анатольевич представил проект принципов стратегии социально-экономического развития России до 2035 года, который был разработан экспертами Совета при непосредственном участии промышленников, прежде всего региональных промышленников, тех, кто ежедневно сталкивается с новыми вызовами в экономике и отчетливо видит необходимость серьезных структурных изменений в нашей экономике, перехода к новой экономической модели. Очень важно, что буквально через несколько дней, 24 марта, проект этого документа был поддержан на заседании Координационного совета по промышленности Минпромторга и Комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению промышленности, на котором анализировалось состояние нашей отечественной обрабатывающей промышленности в нынешних непростых условиях, в условиях беспрецедентных экономических ограничений. И что принципиально важно, министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Валентиновичем Мантуровым было предложено создать рабочую группу Минпромторга, Торгово-промышленной палаты России и Комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению промышленности для более детального и широкого обсуждения данного документа. Поэтому сегодня я хотел бы попросить всех выступающих, наверняка вы видели и знакомы с проектом этого документа, выразить свое отношение, представить те предложения, замечания, которые возникли у вас после знакомления с этим документом. Потому что для нас принципиально важно сейчас обсудить его не только на уровне комитетов и советов, но и на уровне отраслевых союзов и ассоциаций, причем как на федеральном, так и на региональном уровне, и, естественно, в наших региональных и муниципальных торгово-промышленных палатах. Второе. Я хотел бы, опять же, пользуясь случаем, сердечно поблагодарить всех экспертов и Совета по промышленному развитию и Комитета по развитию агропромышленного комплекса за крайне важную экспертную работу по подготовке антикризисных предложений и мер поддержки. В нынешних условиях мы на уровне торгово-промышленной палаты России уже подготовили два таких серьезных пакета и направили в правительство и профильное министерство. Сейчас готовится третий пакет, причем часть из разработанных предложений была представлена в ходе прошедшей 29 марта нынешнего года на прошлой неделе встречи первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Рыбича Белоосова с руководством и экспертами торгово-промышленной палаты России, среди которых был и Петр Александрович Чекмарев, и на которой, в частности, было особое внимание обращено на необходимость скорейшего импортозамещения специализированной сельхозтехники, прежде всего, тракторов второго техного класса. Для промышленности России и других стран Евразийского Союза в нынешних условиях санкций одной из ключевых задач остается снижение импортозависимости и восстановление и увеличение спроса на продукцию и технологии обрабатывающих отраслей нашей промышленности. И успешному решению этой задачи будет способствовать реализация в рамках Евразийского Союза по развитию проектов, так называемых промышленно-кооперационных проектов, которыми, как вы, вероятно, знаете, мы активно занимаемся по последние два года, и в этой работе привлекли уже и наши коллег из торгово-промышленного палата стран Евразийского Союза, Евразийскую экономическую комиссию и Евразийский банк развития. Более того, на одном из последних заседаний Евразийского межправсовета, который проходил 25 февраля, председателем правительства России Мишустина, было подчеркнуто, что стимулирование промышленной кооперации является одним из приоритетных направлений евразийской интеграции. Мы считаем, что данный подход в развитии промышленной кооперации в Евразийском Союзе можно с успехом применять и в агропромышленном секторе. Ну и, наконец, как в известном фильме, разрешите мне выполнить маленькое, но очень ответственное, при этом нескоро очень приятное поручение нашего президента ТПР РФ Сергея Николаевича Катырина и наградить Константину Анатольевичу Бабкина благодарственным письмом от имени ТПР РФ и выражаю благодарность за большой личный вклад в подготовку и реализацию инвестиционных проектов совместно с Фондом развития промышленности и региональными фондами развития промышленности в 2021 году. Желаю успехов в реализации намеченных планов, здоровья и благополучия президент ТПР РФ Сергей Николаевич Катерин. Спасибо, ТПР Николаевич. Мы же уже зашла речь про награждения, про что отмечать заслуги друг друга, ну, чьи-то заслуги. Не могу не отметить заслуги ваших, ТПР Николаевич, жюри премии Столыпина поручила мне вручить вам розовый знак отличия Столыпинской премии за ваш многолетний вклад в развитие промышленного комплекса промышленности, за развитие коммерции в нашей стране. Спасибо, Константин Анатольевич. Промышленность и сельское хозяйство. Как усилить взаимную поддержку? Ну, не устаю напоминать, напомню еще раз, что в нашей стране есть огромные прекрасные условия для развития сельского хозяйства, для развития промышленности. Мы обладаем всеми базовыми, объективными условиями для того, чтобы увеличить, чтобы мы могли увеличить объемы производства и промышленности, и сельском хозяйстве еще в три раза точно. Есть для этого земли, только 35 миллионов гектаров у нас лежит, земель, которые ранее обрабатывали, сейчас выведены из оборота, их надо увлекать. Мы можем увеличить урожайность среднюю в полтора раза точно, может быть и больше. Есть для этого все технологии, есть для этого все мыслимое и немыслимое сырье, есть и нарконосители. Главное есть люди, которые умеют и любят трудиться. Есть рынок сбыта, внутри России нам надо возвращать себе наш рынок, мы должны увеличивать экспорт. Мир нуждается в продовольствии. Есть рынок сбыта для продовольствия, произведенного в России, и есть рынок сбыта для товаров, промышленных товаров, которые производятся в России, которые будут производиться в гораздо большем объеме и на более высоком технологическом уровне. Все это развитие экономическое, которое остается потенциалом, его реализация, его потенциала позволят поднять уровень благосостояния наших людей, дать им возможность проявлять свои таланты, чувствовать себя востребованной, повышать свой уровень образования, культурный уровень, уровень взаимодействия. Реализация этого потенциала может позволить нам подтянуть демографию, сделать нашу страну более сильной во всех отношениях. Что нужно для этого сделать? Ну, конечно, нужно усилить взаимную поддержку. Дмитрий Николаевич сказал, что мы на предыдущем заседании обсуждали предложение по изменению стратегии экономического развития. Там мы говорили, приводили рецепт, как за счет чего? Снизить налоги, сделать налоговую систему стимулирующей. Говорили, что созрело время для того, чтобы денежно-кредитная политика была мягкой, чтобы кредиты для инвесторов и для потребителей товаров были гораздо более дешевыми, чем сегодня. Мы говорили о том, что сырье с помощью налоговой, внешнеторговой и для денежно-кредитной политики можно сделать в России в два раза более дешевым, чем сегодня. В два раза будет добиться снижения цен на металл, на электричество, на топливо. И мы говорили, что государство, все мы должны защищать наших производителей на внутреннем рынке, поддерживать на рынке внешнем. И вот этот вот набор факторов, то есть если мы дадим низкие налоги, дешевое сырье, дешевые кредиты и откроем рынок, вот этот такой несложный набор факторов позволит открыть магистральную дорогу для экономического развития нашей страны. Сегодня мы переживаем стряску такую политическую, эмоциональную, какую угодно из-за геополитической обстановки. И есть запрос на изменения в целом экономической политики. Происходит ли такой стратегический сдвиг экономической политики правительства? Пока, к сожалению, нет. Я участвую в заседаниях по развитию сельского хозяйства, по развитию промышленности и вижу, что сельское хозяйство в данных условиях, ему выделяется поддержка, но эта поддержка главным образом состоит в выделении либо льготных кредитов, либо субсидий на уплату кредитов. Тем самым правительство добивается снижения негативного эффекта от очень высокой ключевой ставки. Но назвать вот это реальной поддержкой сельского хозяйства я бы не стал. Применяются такие запреты на экспорт удобрений или продукции сельского хозяйства, тем самым добиваются снижения цен на продовольствие. Это все ведет к тому, что доходы фермеров не растут теми темпами, какими могли бы быть. И инвестиционная активность фермеров тоже стимулируется в ней достаточно активно. То есть в отношении сельского хозяйства правительство живет в старой парадемии. То же самое, к сожалению, могу сказать и про промышленную политику. Меры спроса, стимулирование спроса сокращаются. Финансируется фонд развития промышленности, но в далеко недостаточной мере, во-первых. Во-вторых, фонд развития промышленности – это структура, которая тоже выдает льготные кредиты. То есть борется с жесткой денежной кредитной политикой. В каких-то частных сделках удается добиться того, что кредиты становятся относительно дешевыми. Ну, еще раз, это все правильные, нужные меры, но говорить о том, что вот эти меры откроют нам гестральную дорогу для динамичного развития, я вот такое не могу сказать и не чувствую. В принципе, если я даже официально ставится задача такая, что давайте добьемся темпов роста от сельского хозяйства 3% в год в этом году и в ближайшие годы. Это будет прекрасный успех. Но я бы не согласился с такими даже целями. Вот, и еще раз, я верю, что за несколько лет мы можем утроить объемы производства и в сельском хозяйстве, и промышленности, и для этого есть условия и возможности. Сейчас, конечно, главное, ну, как бы, ну, многие спрашивают вообще, как у нас с обеспечением сельского хозяйства, семенами, техникой. Ну, я вижу, что с обеспечением удобрениями, семенами проблем нет. С обеспечением техникой, ну, есть вопросы. Из-за срыва логистических цепочек, из-за срыва поставок, из-за санкционных ограничений сейчас многие предприятия сельхозмашиностроения испытывают нужду в мире настройки. И многие предприятия справляются с этим. Разные предприятия по-разному, в разных сегментах сельхозмашиностроения ситуация выглядит немного по-разному. Сложнее в самоходных машинах, проще в навесной технике. Но так вот, если я вообще, то скажу, что в ближайшие полгода производство сельхозтехники, наверное, будет работать не столь ритмично. И из-за этого произойдет снижение производства, оценочно на четверть, на 25%. Но с осени пойдут новые модели, уже независимые от таких ненадежных поставок. И следующий год отрасль российского машиностроения будет с уверенностью работать в полном объеме, полностью удовлетворяя спрос на технику. Возвращаясь к вопросу нашего сегодняшнего заседания, как усилить взаимодействие, взаимную поддержку промышленности и сельского хозяйства. Уважаемые коллеги, давайте работать, делать все возможное, чтобы предприятия наши работали динамично в этих условиях. Но давайте мечтать о правильной политике, предлагать меры реального улучшения экономической политики. Вместе будем развиваться, поддерживать друг друга. И я уверен, что когда-то эта политика все-таки будет реализована правильно, и мы выйдем все на путь динамичного развития. В ваших выступлениях предлагайте ваши меры в проект решения нашего сегодняшнего заседания. Добрый день, уважаемый Дмитрий Николаевич, уважаемый Константин Анатольевич, уважаемый президиум, уважаемые участники сегодняшнего заседания. У нас проходит заседание совместное сегодня, совет которого был Константин Анатольевич и наш комитет по агропромышленному комплексу. Поэтому тема выбрана очень актуально, очень правильная. И, соответственно, как раз она на острие сегодняшнего дня, потому что сегодня все зависит после нашей, соответственно, армии, нашей обороны. Это, конечно, сельское хозяйство, обеспечение продовольствием нашей страны, наших граждан, да и не только наших граждан. Мы знаем, что сегодня нам придется дальше поставлять продукты и на территорию Украины, и ряд других наших дружеских стран. А те, кто недружественные, они тоже к нам придут за продовольствием, если мы, соответственно, все это создадим. Ну, что хотел бы вначале сказать. Во-первых, хотел бы поблагодарить Константину Анатольевича за то, что под его руководством разработаны принципы стратегии экономического развития России. Это очень важно сегодня. Многие об этом задумываются, но не все это делают. Поэтому торгово-промышленная палата для этого и призвана. И, соответственно, мы все должны подключиться к доработке этого документа. Понятно, что сегодня не все мысли, не все подходы здесь определены до конца. А в том числе и подходы к агропромышленному комплексу тоже нужно дорабатывать, потому что много чего здесь не сказано. Нам это все предстоит сделать. Но, во-первых, нужно сказать, что вообще сельское хозяйство полностью зависит от промышленности и науки. То, что сельскому хозяйству поставят, какую технику, какие научные достижения будут внедрены в эту технику, в эту технологию. Соответственно, такое и сельское хозяйство. Если нет хорошей техники, то что бы ни делали в сельскохозяйстве, мы ничего не сделаем. Потому что рабочих рук все меньше и меньше. Хотя и сегодня рабочие руки также очень нужны, особенно в общеводстве, я чуть позже скажу. Ну вот пример такой. Мы же вместе даже и промышленности и сельское хозяйство вместе двигаться вперед. Вместе с вами здесь сидящими. И все должны быть озадачены. Потому что здесь я вижу очень много известных людей, кто работает на промышленность, на производство, развитие промышленной продукции. Ну, первый вот сельскохозяйственная техника. Вот если в 1990 году у нас в стране было 1,3 млн. тракторов, при этом поселенная площадь составляла 117 млн. гектаров. На сегодняшний день 428 тысяч тракторов, полторы лошадиных сил осталось сельскохозяйства России, соответственно, и пассивных лошадей осталось 80 млн. гектаров. Если дальше мы не будем обеспечивать техникой сельскохозяйства, то мы можем и эти гектары потерять. Поэтому нам нужно срочно наладить производство сельскохозяйственных тракторов, которых в России производилось в то время 170 млн. единиц. На сегодняшний день вместе с совместными сборками у нас набирается где-то 8 тысяч тракторов, которых крайне недостаточно. Нам нужно ежегодно для сельскохозяйства для обновления минимум 50 тысяч единиц тракторов для того, чтобы сельскохозяйство потихоньку поднималось. Но я уже не говорю о возрасте этой техники. Сегодня 46% наших тракторов – это более 10 лет. Соответственно, 58% трактора, 46% комбайна, 43% короборчных комбайна и так далее. То есть вот вопрос номер один – это сегодня обеспечение сельскохозяйства тракторами, комбайнами и другой сельскохозяйственной техникой. При этом должен отметить на сегодняшний день у нас недостаток тракторов для обережной техники в садоводстве, в частности, в общеводстве. У нас на сегодняшний день мы не производим ни одного комбайна уборки сахара, свеклы. Морково уборочных комбайнов, томат уборочных, картофель уборочных комбайнов крайне недостаточно и так далее. При этом нужно ответить, что у нас очень хорошо развита промышленность по производству минеральных удобрений. Наша страна производит 24 миллиона тонн в действующем в веществе минеральных удобрений, азотных, фосфорных, калий. Но, к сожалению, может быть, в этом году миллионов пять сельскохозяйств сможет использовать. Это очень хороший сегодня фактор для нашего сельскохозяйства. И очень хорошо, что их сегодня не вывозим, запрещено вывозить. Это для нас большой плюс, потому что не вывезено удобрение, не внесенное за пределы нашей страны. Соответственно, они не дадут прибавки урожая в других странах. Примерно, если считать 20 миллионов тонн, у нас 1 килограмм 10 минеральных удобрений, минимум 5, а оптимально 10 килограммов дает прибавки зерна. То есть 20 миллионов умножить на 10, то получается 200 миллионов тонн зерновых недополучат за пределами нашей страны. Конечно, мы бы, если их применили у себя, в стране, то, конечно, был бы взрывной рост урожая. Далее. Хотел отметить, здесь Салисдобаевский находится, президент наш уважаемый академик. Мы, такие вот люди, как Салисдобаевский и другие производители средств защит растений, построили достаточное количество заводов по производству средств защит растений. Но большая беда. Сегодня действующих веществ мы, к сожалению, не производим в стране. Мы зависимы от Китая, Индии, Европы и ряда других стран, откуда завозим. Я думаю, Салисдобаевский об этом расскажет, я не буду об этом говорить. Есть над чем работать в химической промышленности нашей страны для того, чтобы развести эти действующие вещества. Опять, мы говорим о семенах. Много, часто, порой обвиняя наших селекционеров, должен сказать, что вообще наши селекционеры, они вывели большое количество сортов и гибридов. для нашей страны. Более 40-ка наушсельских институтов, которые сегодня работают в стране, они вывели много различных сортов. Но беда в том, что потенциал этих сортов не используется. Есть сорта, допустим, пшеницы, которые более 10 тонн дают урожайность. Семена сахара свекла не уступают импортным гибридам. Они точно дают такой же рожай или выше, причем более устойчивый к болезням вредителям. И во всем культурах такая. Но сегодня крайне не хватает семенных заводов для того, чтобы эти семена размножить и подготовить, чтобы они соответствовали мирным стандартам. Поэтому нам необходимо построить не менее 300 семенных заводов только первоначально, а так где-то более 500 семенных заводов необходимо для нашей страны, для того, чтобы мы смогли обеспечить качественным семенным материалом нашу страну. Но, к сожалению, таких хороших семенных заводов у нас пока нет. Поэтому есть над чем поработать и науке, и промышленности для того, чтобы наши российские семенные заводы появились на территории нашей страны, они, правда, начали появляться на них крайне недостаточно. Вот и так далее. Вот сейчас везде стоит вопрос. И по-разиву везде в средствах масляных говорят, вот все, вот-вот пива не будет в стране. Нет хмеля. Да, нет хмеля, все упустили. Потому что почему? То же самое. Нет сегодня хмель в борчах машин. Нету сушилок. То есть для хмелеводства практически ничего нет, кроме сортов и, значит, большого ассортимента коллекции хмеля. Поэтому наука тоже создала эти сорта. Но дальше дело не идет, потому что нет машин, с которыми можно было работать. Далее хотел бы отметить, что сегодня и для комикормов промышленности для того, чтобы развивалось животноводство, нужны хорошие комбикорма. У нас нет комикормов заводов, которые бы соответствовали мировому уровню. Потому что без комикорма сегодня животноводство невозможно развивать. Также нет премиксов, нет витаминов и ряд других, над чем нам необходимо работать. И даже ветеринарные препараты, которых продается в стране около 10 миллиардов рублей, 70% завозится за пределы нашей страны. Поэтому эта промышленность ветеринарная, она тоже должна заработать и срочно заменить вот эти импортные товары. К сожалению, сегодня промышленность наша не поставляет оборудование, не производит. для группы рогатого скота, для животноводства, для свиноводства, для птицеводства. Это тоже необходимо наладить на наших промышленных площадках, которые должны появиться в ближайшее время. Потому что, во-первых, нужно обновлять то, что старое есть, и создавать новые, строить фермы, комплексы для того, чтобы двигаться вперед в получении животноводской продукции. К сожалению, сегодня отсутствует оборудование для переработки молока. Во многом его тоже нужно производить на наших заводах. Далее. Сегодня, к сожалению, отсутствуют закваски для производства кисломолочной продукции. Их в страну завозится более чем на 10 миллиардов рублей ежегодно. Сегодня стоит вопрос, каким образом делать сыры, каким образом делать кисломолочную продукцию, для того, чтобы все это было заменено. Такая же ситуация по переработке мяса. Тоже нужно налаживать промышленность по выпуску машин для переработки мяса. Вот. К сожалению, вот сегодня, пока ехал, открыл в интернете нашу информацию, сегодня швейные фабрики, к нашему сожалению, останавливаются, потому что нет ткани, нам не поставляется хлопок. А мы уже много лет говорим, что нужно развивать свою промышленность льняную, конопляную, для того, чтобы производить ткани. Сегодня есть технологии, по которым из льна можно получить шикарную ткань, для того, чтобы пошить одежду. Но, к сожалению, мы к этому не пришли, и машин для возделанной льна, к сожалению, тоже не осталось. Ну и, конечно, сегодня я бы предложил для того, чтобы нам активно развиваться, конечно, надо включать наши интеллектуальные силы, то есть науку, которая должна активно работать. К сожалению, должен отметить, что, ну вот, будем самокритичны, мы с вами не очень инициативные, порой ленивые. Пока нам толчок сильный кто-то не даст, мы не начинаем хорошо работать. Поэтому я всех просил бы активизировать свою работу на каждом участке, для того, чтобы у нас что-то появилось. От нашей с вами говорильни, к сожалению, ничего не изменится. Мы умеем много говорить, но, к сожалению, пока не начинаем многое делать. Поэтому я предлагаю, кстати, Андреевич Дмитрий Николаевич, во-первых, наверное, к вам. Может быть, нам нужно организовать именно какие-то выставки или ярмарки по импортно-замещению. Не то, что создано, а то, что необходимо для страны. Это какие машины, какое оборудование сегодня необходимо изготовить, чтобы наши заводы, предприятия, посмотрев их, сразу же приступили к импортно-замещению. У нас много разработок. Сегодня можно такие разработки найти у нас в стране. Но порой все бегают и ничего не знают, где что делается. Я на днях вот был на одном заводе. Я им говорю, вот вы что можете сделать? Я говорю, да мы все можем сделать. У нас нет заказов, пока никто не идет. Я говорю, почему? Да, они говорят, про нас не знают. Действительно, многие не знают, где что можно произвести у нас. У нас порой вот эти заводы, есть металлообрабатывающие предприятия. Они работают 3-4 дня в неделю. Сегодня они могли бы работать, я думаю, круглые сутки для того, чтобы создать эти машины. Но при этом должен сказать, что вот те вопросы, которые мы рассматриваем у нас в комитете по горпромышленному комплексу, которые были направлены в правительство, они почти все решены были правительством. Наша инициатива была поддержана. И как Жил Дмитрий Николаевич сказал, буквально недавно, Андрей Ремович Беловусов принимал председателя, президента торгово-промышленной палаты Сергея Николаевича Катырина. И мы вместе с ним были, докладывали ситуацию. Он очень заинтересованно все это воспринял. И думаю, что многое будет сделано. Поэтому от нас с вами нужна правильно выработанная политика развития агропромышленного комплекса, но и, конечно, промышленности для агропромышленного комплекса. Желаю всем удачи, успехов, спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, говоря о текущей ситуации в оборудовании производства на сельскохозяйственном и пищевом оборудовании, в первую очередь хотелось бы отметить, что за гербайфингами 2022 года у нас производство сельскохозяйственной техники повысило уровень будущего года на 12,2%, а производство пищевого оборудования повысило уровень будущего года на 46%. В марте, соответственно, наши предприятия машиностроительные столкнулись рядом с трудностью и проблемой, которые сейчас мы должны решить. В первую очередь, это нарушение авиастических цепочек по поставкам селья, материалов для продуктов, тушек, по включению слова в предоставке, по включению транспортных затрат. Только, пожалуйста, попрошу прощения. Извините, пожалуйста, телефон за звонок. В первую очередь, мы столкнулись вот с этими вопросами, с вопросами нарушения логистики. И вторая проблема, такая немаловажность, с которой мы столкнулись, это низкая платежеспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей на покупку и степени оборудования. Какие задачи у нас стоят с точки зрения выстраивания логистики? В первую очередь, переход на лимитативных поставщиков, на российских поставщиков, компонентов, публиктовщиков, и в метроторге России идет активная работа по помощи компаниям российских, российским компаниям по поиску российских поставщиков в радиоэлектронике, в различных узлах, компонентах, гидравлических системах. Соответственно, мы идем эту работу вместе с белорусскими коллегами сейчас. И в целом, прогнозы, потому что мы выстроим все эти логистические цепочки, они достаточно положительные у нас. Минутон, особенно на базе водоразвития промышленности, и КИСПА, биржа контактов и контрактов, соответственно, мировое строительное предприятие, и по сельскохозяйственным товаропроизводителям позвонили туда, уже на 10 поставщиков, как тех, какие выпускаемые на территорию Российской Федерации, так и компонентов, которые выпускаются на территорию Российской Федерации. Вот здесь, конечно, прогнозы мы со своей стороны поддерживаем. Мы разделяем подводы, мы считаем, что сейчас в нашей промышленности есть такой большой шанс в инвестиции за этот год, потому что существенно сократятся объемы инфроэнфоставов, и мы увидим шанс нарастить объемы производства по итогам этого года. При этом хочу отметить, что та потребность в сельскохозяйственной технике, которую нам поставили в авторгаршу, в основном, эта техника может слихвой покрываться за счет производственных возможностей российских и белорусских предприятий. Да, отдельные техники у нас не производятся, это уже обозначенные высшие льноуборочные техники, про оборудование техники для разделов микроходов, техники для садовоза, выпускаются в очень ограниченных масштабах. И здесь мы сейчас запускаем программу, точнее, они давно работают, просто сейчас надо активировать работу по реализации проектов по выпуску данной техники. В России в этом году запущена специфицированная программа по поддержке разработок новых видов техники для сельского хозяйства, для оборудования, для общего таможисти. Соответственно, мы будем финансировать проекты о создании тех видов техники, которые в России не производятся. Это новый механизм, нам подъявилось достаточно много, чтобы согласовать со всеми лидерами городовым исполнительной власти эмоционально-сообразность, поскольку мы тут эти цели достигли. Механизм в рамках постановления 2281 с этого года уже начинает работать. Мы надеемся на активность наших личностей и предприятий, участие в этом мире в поддержке, потому что государство готово сформировать до 60% затрат по стоимости проекта на неопыт, и в том числе на измены, платежи по радиооборудованию для организаций сельного производства. Была озвучена такая проблема, что у нас в России не производится это молочное оборудование для производства как бы арбов. Я служу коллегами, это не так у нас в России действительно производится широкий спектр оборудования для молока, для переработки молока. Отдельный вид техники, например, для производства мороженого, не производится. Вот у нас нет оборудования для производства мороженого. Но комплексный забот по производству творога, масла, производства производственных сырков у нас в России осуществляется ряд предприятий, но как отметил Константин Анатольевич, ориентированность наших потребителей на инфра, поставщиков оборудования, делает невозможным процветание наших больших строительных предприятий. Соответственно, они высокие проекты, небольшие, незаметные, и, кстати, чаще всего, другие государства. Поэтому здесь наша совместная задача сейчас – это не умустить сейчас рынок, не дать возможность нашим нашим строительным предприятиям показать себя во всей кексер. И те меры поддержки, которые оказываются на приобретение техники оборудования, на обновление производственных форм, на ключевых предприятиях, аграриях, они обязательно должны быть направлены исключительно на приобретение техники оборудования, которые произведены в Российской Федерации. Или, в крайнем случае, техники, которые не имеют аналогов, производимых по территории Российской Федерации, которые имеют в виду те узкоспециализированные техники, которые сейчас пока не производятся, но в перспективе мы сделаем все возможное, чтобы такие техники производились. И, соответственно, точно так же я бы хотела обратить внимание, что потом неоднократно уже говорим по поводу реализации программы поддержки субъектов и своих аграриях, потому что тех, кто приобретает за счет денег субъектов, иностранная техника, соответственно, это нужно исключать, особенно в текущих экономических ситуациях. Нужно поддерживать российских прошлых строителей. Со всех сторон. Только со стороны Миноборга России, но со стороны у потребителей, если у потребителей выделяются какие-либо деньги из федеральных бюджетов. Хотел бы сказать, что Фонд развития промышленности у нас активно работает в этом году на прием заявок, на участие в программах поддержки по локализации компонентов, потому что сейчас еще острый вопрос у правильства стоит по поставку запасных частей. И, соответственно, мы такую же информацию собираем с аграриков, по поводу того, какие часто используем комплектующие нужны, чтобы размещать эти заказы на российских заводах и, соответственно, оказывать поддержку тем проектам, которые направлены на создание высокотехнологичных бюджетных бюджетов, которые требуют замены и, соответственно, приведены и лок. В целом, хочу отметить, что, повторюсь, да, Миноборга России видит шансы для нашей промышленности нарастить объем производства, по делу сегмента вернуться на свой российский рынок и предоставить своим покупателям качественную технику с высоким сервисом обслуживания и, соответственно, дальнейшим и повождением. У меня все, спасибо. Спасибо, Мария Игоревна, Минпромторг и Ваш департамент активно работающей структуры. Так вот сейчас вопрос к вам сейчас, Мария Игоревна. Вопрос или что? Реплику. Реплику. Удъем, что я сказал. Ну, подойдите к микрофону. Профессор Булатовский Андреевич Непатулинов. Он рассказал о палитре, того, что возможно что-то сделать. Приоритетов нет. Основные болевые точки, которые сегодня, в этом году, 9 месяцев и в следующем году, не рассказали. Все невозможно изготовить для себя. От машины до мороженого. Что главное и что дает дополнительную стоимость. И третье, очень важно, чтобы эта программа была озвучена таким образом. А не то, что вот мы можем, можем, можем. Вот это беда. Спасибо. Еще одну вещь. Я не знаю, вы работали на машинственном заводе. Вы имеете диплом инженера? Нет, конечно. Или нет? А если вы не имеете, вы, значит, не занимаете свое место, ваше место не там, а в другом месте. Спасибо. Мария Игоревна, так, про приоритеты что-то скажите там. Ставим мы приоритеты или просто даем возможность, стараемся давать возможности всем, кто пытается, чтобы производить? Покомментируйте. Да, конечно. С точки зрения приоритетов, в первую очередь сейчас мы видим организовать поставки комплектующих для производства нашей техники. И здесь вакууме либо искать российских местных школ, или сами в большинстве их не забывали, либо согласно так, как и отцены, опыта уже слабо. И на фото, и на фото на этом, чтобы перестроить инвестиции в сфоте. И с моей стороны, в инцинверсии, очень много программ о развитии комплектующих базы. Это программ о развитии комплектующих. И у нас создана агентство технологического развития по инженерингу иностранных комплектующих. И будут выделяться гранты на ускоренную разработку этих компонентов. То есть, в первую очередь, сейчас заводы, в первую очередь, стоит задача оперативно найти альтернативных поставщиков. В первую очередь, в российской поделации, во вторую очередь, в дружественных странах. Перестроить свои производственные цепочки. Может быть, не может быть, а сделать до настройки конструкторской документации. И организовать дополнительный выпуск сельскохозяйственной техники. И пищевого оборудования. Это задача номер один, которая у нас стоит. Перед нами и предмашенность трекеринами завода. Вторая задача перед правительством стоит обеспечить платежеспособность агрария. Если у агрария будет денег на приобретение техники оборудования, соответственно, мы можем изобрести или продать на рынок. То есть, предоставить рынку любую технику, которая у нас сейчас есть. Но обеспечить платежеспособность агрария – это вторая задача, которую мы должны обеспечить. И третья задача – это уже рассматривать вопрос по импортозамещению той техники, готовой техники, которая у нас не производится. Но это специализированная техника, которая действительно сложна в организации. Соответственно, серийная техника и, соответственно, проекты, которые достаточно дорогостоящие, также будут поддерживать за государство. То есть, вот, если сходить из техники, которые мы выставляем. Первое сейчас – можно сосредоточиться на компонентной базе. Второе – на обеспечение платежеспособности агрария. И третье – уже выходить на инвестиционные проекты по выпуску тех видов техники, которые мы не выпускаем. То есть, мы имеем в виду, что в сельском хозяйстве основные виды техники для производства, для проведения посевных и ворочных работ в российском университете выпускаются. Спасибо, Олег. Все основные работы в сельском хозяйстве будут успечены в российском рынке. Здесь, самое главное, в частности, заводам, для того, чтобы компонентной организации, в первую очередь, организовать привычное производство техники. Понятно. Спасибо большое. И за счет замены посещения. Спасибо, Олег. Ну, а насчет образования. Ну, не все же должны инженеры в проекте работать. Суббария Игоревна – экономист, очень хороший экономист. И очень успешно работает как руководитель департамента. Вот еще в интернете у нас на сайт прислали цены. Вопрос такой – цены на металл – это боль. Цены на горячий прокат должны снижаться, они только растут. Какие конкретно шаги министерство будет предпринимать, чтобы добиться снижения цен на металл? Что Минбром будет делать, если к 2023 году не удастся импорты, заместить ряд компонентов? Ну, насчет металла. Ну, я, наверное, скажу, что это не к вам вопрос. Это выходит за рамки компетенции. Даже Минбромдорга – это, скорее, вопрос внешнеторговой и налоговой политики. Что, если не удастся импорта заместить? Ну, будем искать поставщиков из дружеских стран. Понятно. Спасибо большое, Мария Игоревна, за то, что сегодня присоединились к нам, за то, что компетентно выступили и вообще за вашу работу. Спасибо. Очень приятно было получить данное приглашение. И одновременно, после получения данного приглашения, я задумывался, что же я могу вообще такого сказать вот здесь, на данном совещании. Немножко рано поставили эту презентацию. Что я могу сказать на данном совещании таким мастодонтам, акулам бизнеса и аграриям, как вы. С одной стороны, мне озвучили тему, что нужно рассказать о том, с какими проблемами сейчас предприятия промышленности сталкиваются при производстве той или иной техники. Объединенная машиностроительная группа объединяет предприятия, начиная от автомобильной промышленности, это автомобильный завод «Урал», и заканчивая продукцией для аграриев, тракторами сельскохозяйственными, это Брянский тракторный завод. Да, конечно, у нас порядка 15 предприятий, и вот та проблематика, с которой мы сейчас столкнулись во время введения санкций нашими бывшими партнерами, ну, текущими, на самом деле, партнерами, да, она вся стекается, и я бы мог сейчас долго рассказывать, с какими проблемами сталкивались. Вы бы слушали плач Ярославной, как говорится, но я решил все-таки этого не делать, потому что всем эти проблемы знакомы, их только что затрагивал и директор департамента сельскохозяйственного пищевого и среднодорожного машиностроения Мария Игоревна. Ну, здесь надо отметить, что на самом деле департамент очень много работы делает, и очень много компетентной работы делает, соответственно, в это неблагоприятное время они помогают предприятиям и с львотными кредитами, и с финансируем, то есть отметить деятельность департамента, что она действительно компетентна. Но, соответственно, вот думая о чем рассказать, что нужно сейчас для промышленных предприятий с точки зрения запуска производства, с точки зрения не падения, а падения оно будет. Мы это прекрасно понимаем, мы сейчас рассчитываем, что мы упадем в производстве процентов на 30-35 минимум, потому что, как говорилось, кооперационные цепочки сломаны, соответственно, большинство партнеров отказалось работать с нами. Мы все прекрасно знаем сердце любой машины, это двигатель. Например, в группе Ярославский моторный завод мы получили отказы от большинства наших поставщиков. Это всем известные предприятия и Бош, и, соответственно, производители чипов, и, как следствие, производители главного компьютера машины, главного компьютера двигателя. Соответственно, это ничего страшного. На самом деле сейчас все мы работаем с нашими закупщиками в авральном режиме, проводим серьезную работу, действительно, и мы переориентируемся в ближайшее время. Мы перейдем на продукцию азиатских компаний, корейских компаний, останемся с теми поставщиками, кто продолжает с нами работать, и с европейской стороны. Но это, конечно, потребует нам, отнимет у нас какое-то время, там тот же Ярославль вернется в строй, продолжит сейчас поставлять двигатели с запасом, вернется в строй к июню, к июлю на другой компонентной базе. Но что будет дальше? Мы сейчас все переориентируемся. Хорошо. Это будет, как я сказал, поставка из стран Азии и так далее. А дальше-то что? И вот, думая об этом, я наткнулся на презентацию. Я сразу извиняюсь перед министерством, пользуюсь их презентацией. Презентация 2017 года. Поставьте, пожалуйста. От подтверждения апреля 2017 года перспективы развития отрасли строительного и коммунального машиностроения, оно, собственно, одинаково для всех отраслей, в том числе для сельскохозяйственной отрасли, которую мы обсуждаем. Поставьте, пожалуйста, пятый слайд. Вот здесь была описана та стратегия, которая, вернее, стратегия, та ситуация, в которой мы находились в 2017 году. Значит, было понятно, что государство субсидирует развитие новых видов техники. Здесь представлено стандартное предприятие, которое имеет свое НИИ. После Советского Союза у нас сложилась такая система, она была очень правильна, что предприятие обеспечивало себя полностью. У предприятия были все переделы, было свое КБ, было производство. Здесь для примера показано, здесь было производство, например, гидроцилиндров, кабин и так далее и тому подобное. Но ряд ключевых компонентов мы все равно закупали в странах Европейского Союза, в основном странах Европейского Союза. Соответственно, все деньги, которые направлялись на поддержку развития тех или иных машин, они разными образами уходили за территорию Российской Федерации. Соответственно, качество продукции было так себе, себестоимость продукции высокая за счет курсовых разниц, и было максимальное количество иностранных поставщиков. Следующий слайд можно поставить? Спасибо. Предлагалось взрастить некий подшерсток, извиняюсь за жабон, некий подшерсток предприятий малого-среднего бизнеса, которые были бы между ОМ-производителем и государством. И государство бы субсидировало не ОМ-производители, не конечные заводы, которые имеют, ну, скажем честно, достаточно большие издержки на содержание персонала и так далее и тому подобное. А помогало бы малому-среднему бизнесу рост по шесток из предприятий, которые производили бы те или иные компоненты. Здесь была бы и конкуренция, и вариативность, и, соответственно, данные продукты, которые бы выпускал малый-средний бизнес в виде компонентов, дальше уже были интегрированы в продукцию предприятий и ОМ-производителей. А небольшое количество компонентов могло скупаться за границей. К чему я это все хочу сказать? Я это хочу сказать в том, что, наверное, правильно, наверное, правильно бы было сейчас субсидировать, давать все вот эти вот механизмы поддержки не крупному бизнесу, не ОМ-производителям, а производить малому-среднему бизнесу под поручительство крупного бизнеса. Соответственно, снять ряд ограничений, ведь все механизмы, которые сейчас существуют, сейчас много, и Фонд развития промышленности, и 208-ое поставляние, штат, 49-е, и, может быть, в конечности перечисляют. Они достаточно трудные, и они ориентированы только на крупный бизнес. А крупному бизнесу создавать у себя все переделы, ну, тоже достаточно так сложный механизм. Собственно, какой вывод здесь можно сделать? Можно попросить у государства несколько вещей. Первая вещь – это субсидирование непосредственно малого бизнеса под гарантией крупного бизнеса, что они будут производить те или иные компоненты. Это по возможности создания отдельного департамента, именно направленного на развитие компонентной базы для всех отраслей промышленности. Потому что бывают такие вопиющие случаи, ну, примеры жизни – это приходишь в министерство, говоришь, а кто у вас занимается двигателем внутреннего сгорания? А для какой техники? Для сельхоз – это департамент сельхозмаршостроения. Для автопрома – это департамент автомобильной техники. Еще для какой-то техники, я не буду ее называть, это вот тот департамент. В итоге двигатель получается ничейным, абсолютно ничейным. Так и с рядом других компонентов. Тут нужен департамент, который консолидировал на себе компоненты и, соответственно, понимал, опять же, когда ГУЕМ-производители приходят, получают субсидию, они борются, а каждый пытается, ну, извиняюсь опять же за жаргон, распилить деньги. Кто-то пришел трубокомпрессор создавать, кто-то рядом еще один пришел трубокомпрессор создавать. Кто-то только для себя, кто-то для всего рынка. То есть должен быть некий такой судья, который бы модерировал это и заставлял налаживать кооперационные цепочки внутри, создавать друг для друга ту или иной вид продукции. В общем-то, источником для финансирования этого всего мог бы быть утилизационный сбор. Потому что сейчас, конечно, иностранные компании, европейские, они ушли с рынка, или ушли непонятно, кто здесь, или кто там, тут непонятно, да, импорта мало, но сейчас все это будет замещаться китайскими производителями. В результате мы получим очень серьезную конкуренцию со стороны китайских поставщиков. Соответственно, утилизбор мы бы снивелировать это. У меня все, спасибо. 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 Спасибо.